А мне всю жизнь хотелось. Мне хотелось вернуться на круги своя. Потому что, а почему люди не ставят машины в гаражно-строительные кооперативы? Ну почему они не ставят? Я бы, конечно, тоже поставил бы свои машины в гаражно-строительные кооперативы. И скоро я сюда ее поставлю, потому что здесь мой гараж. Этот гараж я строил тогда, когда мне было 10 лет. Все дело было в 84-м году. В 83-м. То есть бабушка выиграла место. И мы вместе с Сережей здесь строили гараж. То есть я это место знаю как свои пять пальцев. Я даже сюда ездил неоднократно. Сегодня и сейчас. Что мне здесь нравится? Идеальный вариант. Хороший гаражно-строительный кооператив. Но у каждого гаражно-строительного кооператива есть какие-то проблемки. Небольшие, естественные. Почему мы сюда пришли? Потому что мы бы хотели вместе с вами эти проблемки решить. Вот такой он. Мой. Ваш. И да, это лучший гараж Магнитогорска. Почему так? Потому что вовремя был собран грамотный коллектив. Да мы не будем говорить, что это правильный гараж. Здесь 90% гаражей 3 на 6. Но отсюда машины не угоняли. Здесь была правильная работа на результат. А результат? Это ваши деньги в нормальном русле. Вы платите и получаете удовольствие. С нужными последствиями. Вовремя убираемая территория. И все нормальные услуги. Итак, вы сюда пришли. Сколько лет вы сюда пришли? Что вообще получилось? Что здесь было раньше, что сегодня и сейчас? Значит, в 2014 году меня выбрали председателем гаражей «Металлург-3». Все было разрухи, развалины. За эти 4 года много сделали. Купили трактор, восстановили заборы, поставили видеокамеры. И народ, члены кооперативы были довольны этим. Но вот... Давайте все-таки определимся. То есть, если мы говорим о нашем гаражно-потребительском кооперативе, да? Это же гаражно-потребительское кооперативе. Что за вашей спиной? За моей спиной много сделано. Это самый крупнейший гаражно-потребительский кооператив. Давайте просто от этого отойдем. Это один из больших гаражей ГСК в нашем городе. В котором навели за 4 года порядок. В котором, значит, охрана достойная работала, охранное предприятие. Значит, ранее было в год 45-48 вскрытия гаражей в год. И мы, значит, свели это на ноль. То есть, давайте все-таки скажем, что это благодаря вам, естественно. По сути, событий. Да, может быть. Если бы пришел просто человек, ниоткуда ничего бы не получилось. Может быть, конечно. Но и большая работа сделана в гараже. И я думаю, что можно было еще продолжить и в гараже, значит. Я просто смотрю за вашей спиной, все аккуратно подстрижено, все вымуто. Но это супер. Ну, старались бы. Старались для членов кооперативы. Старались, чтобы было все чисто. В гараже и уборка снега и, значит, все остальное. И это будет продолжаться, если вы будете председателем правления? Да. Но как это будет, я даже сейчас не могу сказать что-то. А давайте проверим. И вот так случилось. У меня тоже здесь гараж. Прямо рядышком здесь. То есть моя мама заплатила 1900 рублей. Я прекрасно понимаю, что это по сути мизерные суммы. Потому что в других гаражах там 4-5 тысяч рублей. То есть мы просто хотим узнать. За последние полгода. Примерная сумма. Примерно 5 миллионов рублей. Они собрали, да. Куда эти деньги делись? Значит, мы не можем сказать, куда эти деньги делись. Потому что на этом собрании нам бы желательно, чтобы члены кооперативы, все поприсутствовали, все. И не обязательно члены кооператива. Есть же просто люди, которые хотят здесь просто жить. Не обязательно быть членом кооператива. Я хочу знать, когда мне будет строиться гараж. Когда я буду ходить. В прошлом году было хорошо. Реально. То есть зима очистилась. Я тоже хочу ее в этом году. То есть когда мы придем? Желательно, чтобы все пришли на 7-го числа, на вокзальную 144 и спросили, куда делись деньги, 5 миллионов рублей, которые собраны в этом году. Нас беспокоит очень больной вопрос. Впереди зима, чистка снега, плата за электричество. И если мы останемся без денег и без ничего, и придем... К чему? Придем? Придем ни к чему. А хотелось бы по-другому. А хотелось бы, чтобы все вернулось, и мы были бы в идеальном состоянии, как лучший гараж города Магнитогорска. Да, хотелось бы, как у нас было, как у нас был порядок, чистота, и за все у нас кто-то отвечал, и с кого-то спрашивали. А сейчас будет, не знаю, с кого спросить. А мы и узнаем. А мы и узнаем, наверное, с кого спросить. Ну, конечно, правило простое. Все поступаемые деньги тратятся на вас. То бишь, уборка, раз, нормальная охрана, два, пилы и триммеры, грамотная проводка. Все это стоит денег, и платить надо. Да, это не стоит копейки. Но давайте определимся. Вы хотите качество, вы его и получаете. В этом смысл работы. Но смысл работы, и это деньги, собираемые с вас. Кто-то может сказать, что деньги не пахнут. Но вот это коррупция, с которой борются президенты и единая Россия. Другой вопрос, как борются? Ну да ладно. Мы можем бороться с коррупцией в этом гараже. А то как-то странно получается. Миллионы на дело, а не в свой карман. Я считаю, что правильнее дело. А свой карман надость набить из понятия собственного, правильного бытия. И вот именно здесь будет то самое собрание. Где это все дело находится? Да. Вечерняя сменная общая образовательная школа номер один. Вы не знаете, где это находится? Это вокзальная 144. Для того, чтобы вы поняли, как сюда дойти, очень сложно. Маршруток здесь нет. Но до сюда дойти вам необходимо. По одной простой причине. Мне бы хотелось узнать, куда делись те 5 миллионов рублей, которые мы заплатили. Ну где они? Ну где они? Давайте просто определимся. Увидимся. Я тут буду присутствовать. Кстати, если вы хотите на меня посмотреть, я здесь тоже буду. Меня попросили все это дело поснимать. Я это буду делать, естественно. Как до сюда добраться? Ну сложно. Прямо перед нами находится локомотив. Ну, в смысле, не локомотив. Это огромный-огромный рынок у паровоза. Помните, да? У паровоза. Старый, нормальный рынок. Вот он до суток. То есть здесь, по сути, событий... Что-то есть. А, ну, самый крайний. Это вот они металлолом здесь продают. В смысле, металл. Доехать просто, в принципе, можно подняться в поселок Химчистка. То бишь, поляки здесь жили. Помните, да? Польский городок. И вниз спускаетесь. Вниз спускаетесь. Сюда заходите. Немножко не с этой стороны, а сбоку. Ну, вы поймете. Когда мы встречаемся? 7-го числа в 10.00 утра. Естественно. А лучше прийти в 9.30. Понимаете, да? Ну, чтобы было понятно, чтобы мы все могли продемонстрировать наше общее желание жить в нормальном гаражно-строительном кооперативе Металлург-3.